Уважаемые любители футбола, нынешний розыгрыш Лиги Чемпионов был приостановлен из-за пандемии коронавируса и на данный момент из него по факту вылетели все участники. Однако это не повод забыть о турнире и хоронить главный Еврокубок. Скорее наоборот, мы соскучились по главному клубному состязанию, ведь именно сейчас при нормальных условиях обычно играется самая сочная его стадия – плей-офф. В ней всегда хватало сенсаций. Голл-24 представляет самые неожиданные вылеты фаворитов за последние 20 лет. А перед началом просмотра давайте проверим ваши знания футбола. Сможете ли вы ответить на наш небольшой вопрос в комментариях? Интер. Вылет от Шальки в сезоне 2010-11. Блестящий Интер, который в 2010 году выиграл Серию А и Лигу Чемпионов с Жозе Мауринью, в новый сезон вступил в ранги одного из фаворитов во всей Европе. Команда довольно неплохо шла по главному Евротурниру, пока не столкнулась с Шальки, где все еще в полном порядке был великий ветеран Реала Рауль. Первый матч прошел в Милане и начинался просто ужасно для немецкого клуба. Уже на первой минуте Дэйн Станкович открыл счет. На 17-й минуте Матиб сравнивает результат. Но Интер успевает выйти вперед еще до перерыва. Забил Диего Мелита. Дальше матч превратился для черносиних в настоящий ад. Записные аутсайдеры плей-офф того розыгрыша из Шальки забили 4 гола. Дважды отличился Эду, мяч на свой счет записал Рауль, а закончилось все автоголом в исполнении Ранокии. Дальше команды ждала ответка в Гильзенкирхене. И там Интер мог хотя бы попытаться зацепиться за итоговую победу. Но у Шальки были свои планы. По окончании встречи на табло горел счет 2-1 в пользу немецкого клуба, что выводило его в следующую стадию Лиги Чемпионов. Итоговый счет по сумме двух встреч 7-3 в пользу Шальки 0-4. Милан. Вылет от Депортиво в сезоне 2003-4. Удивительная история блестящей команды из начала 2000-х из Лакарунии покорила сердца футбольных фанатов по всей Европе. В розыгрыше Лиги Чемпионов сезона 2003-4 Депортиво выдал матч-шедевр, благодаря которому навсегда вошел в историю Еврокубков. Речь, конечно, об эпохальном противостоянии с Миланом в четвертьфинале Лиги Чемпионов в сезоне 3-4. В то время Россонери представляли собой грозную силу и были одной из самых звездных команд Европы. Потому никто особо не удивился, когда в первом матче итальянцы уничтожили испанцев со счетом 4-1. Однако того, что было дальше, никто не мог ожидать. Игроки Депортиво и их тренер Хавьер Ируретто были настроены биться до последнего. И рулевой команды из Лакарунии пообещал прессе, что в случае выхода его подопечных в полуфинал, он отправится на коленях до Сантьякского собора. Депортиво уничтожило Милан со счетом 4-0 в ответном матче. И это стало возможным благодаря вдохновенной игре тогдашних лидеров команды Вальтера Пандиани. И Хуана Карлоса Валерона. Тренеру Ируретти пришлось проделать путь до собора Сантьяго. Но едва ли специалист делал это в плохом настроении. В ту пору он был настоящим героем. Манчестер Юнайтед. Вылет от Порту в сезоне 2003-04. Великий Порту Жозе Мауринью стал главной сенсацией того сезона, выиграв Лигу чемпионов. И это стало настолько большим подвигом, что португалец на волне успеха в итоге сколотил себе блестящую карьеру в Европе. И первым большим шагом на пути к той потрясающей победе стало выигранное противостояние у Манчестера Юнайтед Алекса Фергюсона. Подопечные Мауринью за здравие начали свои разборки с МЮ, выиграв первый матч у себя дома со счетом 2-1. Дубль на свой счет записал Бенни Маккарти. В ответные встречи красные дьяволы собирались отомстить дерзким выскочкам из Португалии. Но те оказались слишком дисциплинированными и уверенными в себе, чтобы взять и упустить свое преимущество, добытое с таким трудом. Встреча на Олд Траффорд складывалась крайне непросто для Порту. На 32-й минуте великолепный Пол Сколлс открыл счет в матче, и этого гола хватало МЮ для выхода в следующую стадию Лиги чемпионов. Дьяволы были готовы праздновать итоговый успех, когда на 90-е минуте их вечеринку испортил Каштинья. Времени, чтобы забить еще Манчестеру не хватило, потому дальше по сетке плей-офф отправился будущий победитель турнира Порту. Ювентус. Вылет от Аякса в сезоне 2018-19. Мы неоднократно вспоминали подвиг Аякса в последнем на данный момент полном европейском сезоне. Но команда Эрика Тенхага так знатно отожгла год назад, что забудут это еще не скоро. Красно-белые дерзким вихрем пронеслись по плей-офф того розыгрыша Лиги чемпионов, остановившись в полуфинале. Да и то вылетели голландцы лишь благодаря неистовому везению их соперников из Тоттенхама. А до неудачного матча с лондонцами Аякс успел оставить за бортом главного евротурнира Ювентус с Реалом. И первая из этих двух больших побед может считаться истинной сенсацией. Ведь на ее фоне победа над Галактикос выглядела достаточно объяснимо. Ювентус Криштиану Роналду собирался выигрывать Лигу чемпионов в первом же сезоне португальца в Турине. И мало кто ожидал, что путь старой сеньоры прервется на стадии 1-8 финала. Да еще и в противостоянии с Аяксом. Но сложности у фаворита начались уже в первом матче на Амстердам-арене. Да, туринцам удалось увезти из столицы Нидерландов ничью 1-1. По забитому мячу на свой счет записали Роналду и Нерис. Но Ювентус наверняка хотел все решить еще до домашней встречи. Тем не менее, перед ней не было особого повода ждать сенсаций. Если учитывать, что счет во втором матче открыли как раз хозяева, на 28-й минуте отличился все тот же Роналду. Впрочем, Аякс не смутился и усилиями Ван де Бека смог сравнять счет еще до перерыва. А по истечении 66 минут встречи решающий гол на свой счет записал Матейс Деликт, одолевший свой будущий клуб. Барселона. Вылет от Ромы в сезоне 2017-18 Одной из причин странного увольнения Эрнеста Вальверда из Барса в этом сезоне стала неудачная игра команды при нем в Лиге чемпионов. Особенно болезненно болельщики восприняли вылет Блоуграна из розыгрыша в сезоне 2017-18, когда их любимая команда сошлась в четвертьфинале с Ромой. И ведь так все хорошо начиналось для Барселоны. Месси и компания спокойно размололи гостей из Вечного Города в первой встрече со счетом 4-1. Вероятно, та легкая победа слишком расслабила каталонцев, и в Рим они приехали не играть, а доигрывать противостояние. Рома, в свою очередь, была настроена биться до конца и показала это в самом начале матча. На шестой минуте встречи точным ударом счет открыл Эдин Джека. 1-0 после первого тайма. И Барса ушла на перерыв в слегка тревожном, но все еще хорошем настроении. Дела ухудшились на 58-й минуте, когда капитан Волков Даниэль Дероси реализовал пенальти. От главной сенсации Евросезона Рому отделял всего один гол, и он случился через 25 минут. Защитник римлин Костас Манолос реализовал свой момент за 8 минут до конца основного времени. После чего с остальной командой закрылся на своей половине поля так, что Барселоне не удалось сделать ровным счетом ничего. Беспомощные гости тщетно пытались пробить оборону соперника, но в итоге были вынуждены уехать из столицы Италии ни с чем. А Рома сенсационно отправилась в полуфинал. А теперь вопрос. Друзья, в каких клубах нашей сегодняшней подборки работал Жозе Мауринью? Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Надеемся, что вам нравится наше творчество. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...